Юлечка, Голова, здравствуйте! Я, знаете, по набережной гуляю и хочу вам сейчас показать. Слушайте, как весело поет мужчина. Сейчас я вам переключу, подождите. Смотрите, вот тут подзорную трубу, тут смотрит, вот это наша красавица Волга, смотрите, потрясающая Волга. Может, подзорную трубу, смотрит. Никто говорил, не бой, не бой, не улыбай. Привет из Сталина, привет! Нет, в Москве нет, это Самара. Вот, смотрите. Как радостно поет мужчина. Вот, смотрите. Олег, я в одной руке держу собачку и не могу. Песня. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Да, Инночка, вот я показала, ой, Наташенька, мы, большой квартир там, так, насколько, ой, Господи, да нет, это, вы знаете, я сегодня как раз только наплакалась уже, но сейчас пошла искупалась, и вообще понимаю, что я, какая бы плохая ни была, ну, надо, значит, мне исправляться, держать себя в руках. Ну, я вот такой человек, ну, куда ты несешь меня, Вовочка, Господи, я виновата во всем, я поняла, что я много говорю такого, чего, наверное, нельзя, но и мне тоже много говорят, и я, главное, не могу это не сказать, не пережить, но стараюсь все равно, как, вы знаете, что здесь в Самаре было сейчас хорошо? Мы все время встречаемся с нашими родными, родственниками, с моей сестрой, и я думаю, как мне повезло с сестрой, и она совершенно, ну, Наташа вообще у меня замечательный человек, у нее дети прекрасные, они меня все очень хорошо встречают, ну, потому что, вы знаете, казалось бы, я крестная мать Димочки и Юлечки, а они как бы для меня даже, наверное, больше делают, чем я для них, они меня всегда поддерживают, встречают хорошо, Вы знаете, вы знаете, уже который год, ой, опять я пришла сюда, да, громко очень, я сама уходить, понесла, Вова меня куда тащит, туда иду, вот, и я который год уже, даже день рождения, прихожу, наготовлю, наготовлю и еду к ним, настолько хорошо И сейчас мы каждый день почти ходили к Наташе, и сегодня-то должны были прийти, они нас приглашали, просто они уехали в гости там кому-то на день рождения Это их друзья Ой, так, вы вместе гуляли Так, наш Самара рулит, подождите, насколько Так, Самара рулит, вы вместе гуляете, да На Сухой Самарке жили, а кто, вы жили, да? Матушка Волга у вас Нет, вы знаете, это ошибка, что вот сказочные отношения, вы знаете, у меня такие же отношения, как и Со всеми, как бывает у детей, со всеми, со многими своими Мы ругаемся, я много ей делаю таких вещей, которые не должна бы, она, конечно, терпит меня, моя девочка Ну, она меня терпит Так бы, вот она, Маша, и молчит Да, вы знаете, вы так думаете, что вот отношения не у всех такие Ну, у нас, конечно, безусловно, я очень люблю детей своих, очень люблю А, наверное, так думаю, они меня где-то любят в глубине души Ну, много говорю, наверное, лишнее, вот я уже переживаю Ну, знаете, в старости очень тяжело бывает выдержать что-то Хотя вот Машин папа, он молчит А я вот сегодня опять ляпнула одну фразу Что, ну, я не могу сейчас сказать, а то буду плакать, а мне совершенно ни к чему я не хочу Тоже гуляли по набережной, да? Хорошо Река теплая Ну, я вам скажу, Волга, и это, конечно, не море Если в море, когда мы приехали, была температура, например, 29 градусов А в Волге, я думаю, 20, может быть, 23, ну, или 22, я не знаю сколько И, честно говоря, я вхожу, и меня, вот мы пришли с ней вечером, охлаждает И мне приятно, вот как-то охладишься вся У меня, Ольга Дмитриевна, привет, а мы из Киева Передайте, пожалуйста, привет Денису, моему сыну Денисочка, привет тебе И Киеву привет большой Вот, здесь нет московской суеты Да, вы знаете, хотя на набережной вот сейчас Из-за того, что были теплые дни, народу очень много гулять Ну, я, ой, вот собака какая-то, ну, иди ко мне Я сейчас на ручки возьму тебя, потому что московская мама имеет право сказать ничего Нет, я Маше, вот, говорю, может быть, лишнего когда-то что-то ляпну Но я не могу когда-то себя сдержать Вот тут пишут, да, привет из Риги, привет Ну, знаете, значит, я и в прямых эфирах, наверное, что-то лишнего сказала Она, говорит, потом говорили Ну, ладно, так Спасибо, что поддерживаете Спасибо, что поддерживаете Юлия, сколько лет? Вы знаете, я не буду говорить, сколько Юлечке лет Ну, и, может быть, знаете, девочки же всегда скрывают, сколько лет Не хотят, как бы Я здесь, я здесь, мой дорогой Ванечка, Ванечка лает Привет у нас с Хакасии, привет Да, извини, пожалуйста Девочка пробежала, и Вова чуть ее не укусил Так, ну кто, привет, Хаби Харли Не надо себя ругать Ин, я хотела, кстати, написать тебе Не написать, а прямо созвонюсь, вот, может быть, после Но не хочу, чтобы Маша знала И А сон один Почему в Москве Не готовили беляши Почему я не готовила беляши В Москве Во-первых, Наташа готовит их шикарно А я, думаю, я бы не смогла в Москве А тут она Машу научила И потом Ну, я в прямом эфире, Маш Сейчас, дочь Вот, Маш, я в прямом эфире Сейчас я поговорю Вот, поговорю Ну, я хочу поговорить немножко Она хочет пойти Мы хотим, собирались покушаться, пойти Вот И поэтому Она научила И беляши у нас есть И там есть И Гриша, и Юлечка, и я Наташа парочку Там еще кто-то ел А У нас в Москве Ну, кто будет есть беляши Ну, что там три беляша покупать Готовить из-за этого Разводить целую волокиту Мы хотим еще что-то с Машей сготовить Она вот хочет торт испечь Ну, может быть, вот когда Да, у нас замечательные У меня дети замечательные Внуки все хорошие очень Видели в Машеньке? А, кстати, последний пост И вот в последнем Посту Там моя вот эта вот И Машенька стоит И моя крестница Вот Юлечка Моя племянница И я в серединке стою Это вот с Волги Они отметили? Отметили? Ну, я думаю, они смотрели Ну, кто не смотрел Если хотите Я никогда не прошу А если вдруг Вам захочется поставить лайк Поставьте Вот я вижу тут Четыре сердечка у меня Вот еще Анель, да Вы знаете, я не боюсь говорить Вы, говорит, все время боитесь Что-то говорить Ну, вот как выяснилось Я говорю много лишнего Поэтому сейчас я уже даже думаю Говорить мне или не говорить Здравствуйте Откуда-то Не поняла, откуда Так Ольга Дмитриевна Вы знаете, я вот думаю Почему же такая стала Так обязательно Ведь если человек какой-то Не хочет делать прививку И почему надо обязательно Вот я думаю, заставлять Поголовно меня Там или кого-то Делать прививку Ну, я, например Сдаю все время ПЦР Плачу за это деньги И сдаю ПЦР Ну Кто-то не хочет Делать Боится И я думаю Ведь не просто так Человек какой-то боится И не хочет делать прививку Может быть, он что-то чувствует И почему нужно Это обязательно Меня заставлять И почему меня за это Можно как-то наказать Я вот Ну У меня это сейчас проблема Большая С прививкой Большая проблема Понимаете Честно вам скажу Надежда Так В Самаре есть море Зачем тогда Турция Значит, в Самаре нет моря В Самаре Волга Это река А моря здесь нет Так Наташа Волга А не море Да-да-да, Аленка Привет Здравствуйте Здравствуйте Да, вот все знают Что в Самаре нет моря Вот сейчас уже темнеет Ваша Маша Супер Привет из Грузии Спасибо большое Анна Лепартилина И хотя говорят, что Нехорошо там Когда лезть Это плохо Или что-то Ну, вы знаете Приятно, когда Про человека Про мою дочь Говорят Хорошо Очень приятно Ну Вы знаете Я считаю Что собаки Это такое счастье Сейчас пойдем Я сейчас договорюсь А? Я хочу Холодно Я не могу это слушать А так давай уйдем отсюда И вот люди тоже не могут Они хотят уйти Вот видите Я кажется Маша тоже не хочет Сейчас сходим А вы знаете что? У нас я сегодня узнала Знакомая Вышла с собачкой Собачка у нее Чудная Вот знаете как Я забыла породу Как у Брянской Вот такая собачка Красивая Чудная Ну Ангелочек Она вышла с ней На улицу И в нее Вдруг собака Там завезли А это другая была Это у нее сейчас новая Она значит В нее стали стрелять Резиновыми Или какими-то пулями Резиновыми Маш Да? И когда она Сказала Что вы делаете Вы знаете Что они Они стали в нее Кидать галькой В женщину Какой ресторан Ну я не знаю Сейчас мы дойдем Да Собак надо же отвезти Вот поэтому Привет Откуда из Донецка Привет из Донецка Я только что говорила Про прививку Ну если так получится И это Прямо настолько Важно Будет конечно Я вынуждена сделать Сейчас мы ПЦР сдавали Дважды Уже в неделю Потратили А куда идем сейчас? Аа Ну пошли Вот Знаете Я На ходу не могу Сейчас я Привет Привет Ой Ливан Привет Дорогой Привет Мой хороший Привет тебе большой Мать Можете Показать Нет Ну я и такие косички Заплела хорошие Такая она красивая Идет Ну вот Что-то не очень Ой Слушайте Ливан Сколько прислал Олеся Маш Ну почему ты кричишь? Потому что Зачем сейчас Идти в эфире По улице? А где мне идти? Дома А я здесь захотела Я хотела людям Показать природу Волгу Вот она Вот она Идет Идет А еще на меня Говорят Что я там Маш Не такая какая Ну вот ты тоже Мне сейчас Говорят что хорошие отношения Вишь как ты со мной тоже Какие сердечки красивые Я вот не меняю Сейчас картинку у себя И так красиво Сейчас я Еще кто там Ливанчик С этим Оля кто пишет Пошли кушать В эфире будете с вами Диля Вот такая Я вы знаете Оказывается Я не тактичная Оказывается Я просто даже Бестактная Ляпаю Все что попало Ну видимо У меня уже От возраста Не то Кровоснабжение В мозге И накапливается Негатив Я молчу Молчу А потом могу сказать И Может быть я даже Говорю Это не очень плохо Но люди Воспринимают Это Смотрите Даже пальма У нас Господи У нас просто курорт Здесь в Самаре Так Пошли Кушать Дальше Здравствуйте Ольга Гуляете на набережной В Самаре Да Да Ни разу не слышала От вас ничего плохого Вот Виктория Вы знаете Я вот тоже думала Ничего плохого не говорю Но оказывается говорю Видели пост Все шикарные Видели Да Отметили пост Спасибо Наташенька ГНС Спасибо Беляши получились Такие Беляши шикарные И вы знаете Что я вам скажу А вот Писали Что и беляши То И не такие И чего Прям вот настолько Обидно Когда люди Вот так вот Просто чтобы Негатив какой-то В ленту И чтобы человек Использовать настроение Я вот думаю Маша Такие шикарные Делает всегда Посты Сторис Я вот сама Знаете С удовольствием Смотрю ее И думаю Ну почему Вот людям писать Негатив Потому что Маша Добрейший совершенно Человек И она столько Хочет всем людям Хорошо Никогда ничего Плохого Вот она мне Ругает Что я могу Плохо что-то сказать Настолько она Хочет всем добра А вот понимаете Ну пишут Ну ладно Рот всем И не закроешь Да и не надо Этого делать Ну вот она Меня ругает Что я все не то Я все не так Покажите обстановку А я показала Настя Вот в некотором Постоянии Да Я тоже считаю Ливанчик еще Мне сердечки прислал Музыка ретро Да Там Мужчина пожилой Уже в пожилом возрасте Вот он так это Поет Мне тоже поставили Все условия Всем поставили Пришлось поставить Перенесла нормально Ну Вы знаете что Я понимаю Что надо Сама боюсь жутко У вас прохладно? Нет Я просто искупалась И надела Наверное градусов 29 Сейчас на улице Вот все видите У меня уже Мутно видно Потому что темно А вас заставляют Ну на прививку Делать в Израиле А вас заставляют А В Израиле тоже Давите Наташ Привет С Новочеркасской Ну может быть знаете Да Может быть так нужно Раз заставлять Значит это нужно Я понимаю это головой Я понимаю Привет из Дагестана Ой привет Дагестану Привет Сейчас здрасте Когда возвращаюсь в Москву Да пока что-то вот не знаю Привет дорогая Нет Надо уже Подписка Вы крутая Я желаю Чтобы у вас было Вы знаете что Это ведь надо Вот я Даже своих подписчиков Тоже отдала бы Маше Если ее бы выходило в эфир Потому что у Маши Это получается Очень легко Играючи Она очень Продумывается Себе там Машу Все пошли Да Вы смотрите Уже темно Ой хорошо Хорошего вечера вам Нет Мне уже темно Аленка Маша Разблочь меня Ты обещала Аленка Какая-то 51 060 Ален Вот я вам так скажу Маше Никого зря Просто так не будет Блочить Значит что-то Ей такое говорили Потому что Маша Вот Ну вот Она долго терпит Терпит И никогда не будет Не будет Никого Никого Просто так Смотри Сейчас покажу Какой пес Нам встретился Шикарный Смотрите Вот они Смотрите Какой хороший Пуделечек Красавец Вот они У тебя есть в крови И пудель Наш Мальтипута Так Все Машуля Всегда красавица Да это правда Косички Видели Очень красивые Памятник Красивый На набережной Да так Машу Фото с косичками Вы знаете что Ну вот я вам так скажу Вот Маша Выкладывает фото Она выкладывает Шикарные Сторис Фото И когда ее Там не поставили Лайки Или что-то Ну это вот Действительно Думаешь Почему Что-то Меня например Обидно Когда мою Машу Не лайкает Меня ладно Думай Ну я вот такая А думаю Маша Такая Красивая Так она красиво Ой Фотка сделала И думаешь Почему И почему Не Там Не поставят Лайки Я думаю Иногда Почему ставят Я вот смотрю Некоторых Господи Казалось бы Ничего особенного Просто Фотка И там Ну вот Не могу Я конечно Не могу сказать Кого И отметят Вдруг 50 тысяч Думаю Откуда Ну это же Прямо Откуда Может быть Какой А здесь Пустят С Собаками На улице Вы знаете Мы сейчас Наверное Пойдете Так Что с ним Вы что имеете Ввиду Кому я помогаю Кому я могу Помочь Если я Например Пенсионерка Вот я Хочу Чтобы мне Помогли Чтобы мне Кто-то Подарил Квартиру Подарил Машину Я вот это Хочу Чтобы мне Подарили А чтобы Ну я не буду Об этом Никого там Бросать Клич Народу Скиньтесь Меня порублю На квартиру Нет конечно Я не буду Это А тоже Бесит музыка Да Да Оля Привет Не наговаривайте Здравствуйте Как у Саши Вы знаете А вы ее спросите Как у нее зовут Я А кто это Саша Артемова Я Вы Если на нее подписаны Вы спросите Ее как зовут Я то не знаю Кто это А Саша Артем Это наверное Сейчас Машенька Я пойду А зачем Ну это второй раз Я выхожу в эфир И второй раз Ты мне не разрешаешь Поговорить Ну тогда давай Здесь саду В ресторан Садись Сядь иди Я приду к тебе Да пошли Идем Ты тоже будешь Сидеть Я не могу Походу Говорить Дочь Маш Пусть Говорит Ругается На той мат Нет Она матом Не ругается Вы живете Рядом с набережной Да 5 минут Ой И у меня С этой прививкой Да Не обращайте Внимание На негатив Да Есть злые Людишки Но хороших Больше Да Вы знаете Я тоже Верю в доброту Верю в хороших Людей И Вы знаете У меня Конечно Сейчас Всем хорош Никогда Не будешь Бывает Молчу Бывают Такие Тему Что Не могу Молчать Да Это Да Ин Вы Очень Спасибо Маша Добрая Да Маша Все Вот Искор Ресторак До 12 Помнишь На улице Навладись Шанхая Где Подожди А где Это Вот Здесь Пойдем Туда Сядем Вот Она Говорит Смотрите Как красиво Смотрится Маня Да С косичками Смотрите Все Отвернулась Пошла Вот смотрите Это у нас Спуск По моему Полевой Спуск Смотрите Какой Красивый Я вам Сейчас Покажу Кусочек Это Набережная Когда мы Ушли С набережной Это Третья Линия Третья Это уже Ближе К дороге Но Все равно Красиво Вот Сейчас Что там Написано Маша Очень Добрая Вы знаете Я вам Так скажу Кто Про Машу Говорит Иногда Трудно Поверить Что Человек Какой-то Мог Сказать Эти Вещи А потом Когда Говорят Какие Там Отношения У нас Мы Можем Поругаться Могут Поругаться Абсолютно Все Я считаю Это нормально И Главное Потом Восстанавливаться Очень Быстро Не Маша Ну что Ты ест У тебя Маша Ест Ни секунды Не держать В себе Зло Надо Сразу Мириться С матерью С дочерью С сыном С кем Сразу Мириться Нельзя Держать Вот Даже Мне Сегодня Например Звонили И такое Сказали Что я Потом Плакала Плакала Потом подумала Ну Я сделала Выводы Для себя Какие-то Выводы Обязательно Сделала Но Рвать Отношения Вот так Вот Сразу С дочкой Ну что Теперь Мы поругались Поругались Она мне Сказала Высказала Я Тоже Это Приняла К сведению И поняла И поняла Что я Не права Так Маш Я Да Все По дороге Не могу Сейчас Покажу Вам Спуск Полевой Обязательно Смотрите Смотрите Вот он Идет Это мы Идем С краешку А там Еще Центральная Линия Вот там Она Проходит Туда Центральная И тоже Наверх Идет Параллельно Этой Очень Красиво Все Шикарно Смотрите Как Ну Кто не был В Самаре Вот Просто Сейчас Привет Из Братска Привет Спасибо За эфир Значит Так Тимченко Дорогая Я вас прошу Она не орет Она просто Зовет меня В ресторан Вы где Слышали Что она Орет Она говорит Мам Идем Потому что Она Хочет Ты можешь по дороге Иди разговаривать Ты Маш Я не могу По дороге А ты учись Ты говорит Учись По дороге Иди Разговаривай А мне Маш Ну как Это очень полезно Развиваются Привычки Которые Тяжело даются Потому что Развиваются Новые Нейронные Связи Слышали Подожди-ка 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 Скажи нам Еще раз Скажи Еще раз Подожди Маша Извини Скажи Пожалуйста Я тебя Хотела Показать А меня Зачем Ну покажи Говори Что развивается Нейронные Связи Новые Всем привет Маша Привет Асамарен Маша Скажи Что развивается Еще Нихера Не видно Новые Нейронные Связи Нихера Не видно Ну Слова Не говори Я хочу Очень пойти До ресторана Я просто Зову У нас Дома Ничего Нет Поесть И В ресторан Мы дойти Не можем Уже Три Часа Идем Мама То в эфир Вот к этому На лапку Бросела Который Поет Вместо Шума Волн Блин Слушать Это Веселье Час Я бы послушала Но просто Людям Было Громко Они Не слышали Меня Они же Выходят Не певца Послушать Они же Киркоров Поет На всех Каналах Баскова И с этим Маша Смотри Я поняла Вот ты Понимаешь Конечно Ты идешь Разговариваешь Вот ты Молодец Идешь Прямо Походу Но ты не Читаешь Комментарии А я Всегда Читаю Я хочу Всем Приятить Как не пишешь Ты просто Наверное Не веришь Они просто Общаются С нами Рада Да Ты уверена Слушайте Вы знаете Я поняла Что у меня Вот Я вот Уже Просто Не могу Я вот Хожу Да И вот На каждом Шагу Вот здесь Плакаты Тех Кто Избирается Это Просто Невозможно Они Мне Уже Снятся Как будто Это Мои Мужчины Сан-Петербур Мы Самарь Давай Собаку Чтоб Тебе держал Телефон Не уронила Мой телефон Ой Не уронила Твой телефон Конечно Как за него Переживаешь Вообще Я бы хотела Просека Ледяное Очень дорогой С удовольствием Он недорогой Мам Телефон Стоит 125 тысяч Дорогой Это Не знаю Маш Я теперь Знаешь Что Это На отдых Мы съездили Это Дорогой Я бы Хотела Знаешь Что Очень Айпад Айфон Айпад Ну Пойдем Купим Нет Мы живем Прямо Против Волги Ребят Выйдешь В эфир Ой Да меня Что-то Достало Я Не выхожу В эфир Потому что Я вчера Вышла Мне начали О, это Как умирающие Ребята Сидела От головы Просто Подыхала Реально А люди Ой Ты Набухалась Ты Нас Достала Ты Конченная Думаю Да Вообще Кошмар У нас Здесь Театр Оперы Балета Филармония Мне Это Что здесь Три Миллиона С лишним Человек Поэтому Так Я Тоже Показывала Это Не Видела Сторисом Бывшая Гостиница Наша Не Гостиница А Театр Вот Здесь Как Это Называлось Да Маш Общежитие Было Маш Общежитие Здесь Было Так Я Расскажу Видео Чтобы Знали Дайте Что Одна Посмотрите Я вам Сейчас Покажу Маш Подожди Сейчас Сейчас Вам Покажу Подожди Вот Смотрите Вот Это Была Бывшая Гостиница Вот Сейчас Покажу Видите Вот Дом Такой И тут Когда-то Сейчас Все Сейчас Я вам Уже Себя Переключу У нас Сгорело На Как Это Называется Не на Площаде Революции А Там В общем Далеко Где-то Сгорело Здание МВД Или Чего-то Это Было Такое Несчастье Там Работали Девочки Молодые Вообще Все Молоденькие Прям Ну Там Очень Хорошее Считалось Как бы И работа И место И вдруг Загорелся И все Сгорели Много Очень Жертв Было Потому Что Там Ты Чего На Ребят На Хороших Горишь И Потому Что Решетки Были Никто Не Смог Даже Выпрыгнуть И От Пожара В общем Заклинило И Никто Не Выбрался Потом Вот Сюда Перевели А здесь У нас Жили Артисты Очень Много Артистов И Им Всем Потом Дали По Квартире Представляете Кто Там Вот Здесь Всем Дали По Квартире Было Общежитие От Дома Актера Ой От Театра А сейчас Перенесли Вот То Здание Которое Сгорело Теперь Оно Здесь Вот Это Вот Ну Жалко Очень Было Всех Людей Вот Так Косички Просто Класс Самаре Драмтеатр И филармония Театр Юного Зрителя Театр Опер Да Да Если Хотите Мы Как Медсмаши Можем Пойти Днем И Вам Показать Вот Эти Вот Причем Они Находятся В одном Месте Практически Можно За час Пройти На площади Находится Оперный Театр Чуть Чуть Спускаешься Вниз Находится Шикарный Совершенно Драмтеатр Пряничный Домик Мы Называли Его Знаете Он Такой Коричневый Есть Хочешь Лапочки Ну Пойдем Вот А Если Пройдешь Еще Дальше Там Филармония Тоже Шикарное Здание Филармония Да А Филармонии Был Такой Случай То ли В нашей Филармонии То ли В каткой Филармонии Был Шикарная Акустика Была Просто Обалденная Вот Акустика Была Обалденная И когда Решили Делать Филармонию Здание Филармонии Вскрыли Полы И там Обнаружилось Битое Стекло Ну Естественно Битое Стекло Все взяли И Выкинули И потом Акустика Вообще Говорят Пропала Ну Это Может Все А оказалось Это Битое Стекло Был Хрусталь Битый Хрусталь Который Вот Как раз От него И Была Акустика А Ну Вы видели Уже Машин Пост Вы видели Я сейчас Вам покажу Наш Теремок Сейчас Смотрите Который Вот Теремок Наш Здесь Ну Главный Как бы ЗАГС Сейчас Покрупнее Сделаю В котором Регистрируются Молодожены Наши Вот Здесь Вот Они Вот Смотрите Такое Здание Красивое Вот Все Показала Вам Так Дальше Спасибо За экскурсию Вечерный Спасибо Манечка Манечка Написано Манечка Солнышко Вынь меня Из блока Попрошу Алена Алена Андреевна 27 Нет А чего Я заблокировала За эти дни Около Трех тысяч Человек Ну вы знаете Что Вот Маша терпит Долго Очень А раньше Она терпела Ну раньше Терпела И мне Говорила Мама А что Такого А теперь Что-то Она Прям так Много Стала Раз И блокирует Ну это Ну так У меня Внучка Машенька Это очень хорошо Тезка Машулина У меня На этой улице Тетя живет Да Ну видите Это место Конечно Шикарное Шикарное место Это полевой спуск Вот мы здесь Гуляем Ну здесь Многие гуляют Здесь как и в Москве Стоят Вот смотрите Вот Тоже Видите Можно взять На прокат Прокатиться И Маша Как-то каталась Один раз Даже Вот Вы Обожаю вас Спасибо Ну вы знаете Я не такая Хорошая У всех есть Свои недостатки Дорогие мои Маш Мы идем Нет Пошли Осторожно Сейчас Извините Я прямо Отвлекусь Я дорогу Перехожу Чтобы Здесь сейчас Делают ремонт И многие Едут И не знают Что ремонт Никаких знаков Там нет Проезжают Сейчас покажу На полевой Вот Смотрите Проезжают До этого места А знак Опознавательных Нет Подальше Оттуда Нет И люди Едут Чего Сейчас А это что такое У меня Маш Зашли где Пойдем Перейдем Тогда Мы не там Перешли Ой Дорогие мои Не там Перешли Все Не там Перешли На Ленинград Классная Прогулка Вечерняя Почаще Выходите Добрый вечер Люблю Самару Самару Даже Самому Железному Терпению Маш Приходит Конец Я Говорит Маш Понимаю Ой Ну Спасибо Вот Пишет Гришенко Гришенко Спасибо Вы меня Поддерживайте Я Большое Вам Спасибо Смотрю Смотри Дальше Классная Прогулочка Мы все С недостатком Да вы знаете Конечно А Ну я считаю Что Это итальянская Нет Вам нет Такого Плохого А Это итальянская Это Хорошая Средний чек 3000 человек Нет Не пойдем Я не пойду Средний Это очень большой Чек Оля Пусть Маша Проверит Меня Что-то Я перестала Ее видеть В эфире Майя Голустян А Я ее не блокирую Нет Майечка Вы Вот Перестали Вот Просто Надо искать Вы знаете Надо специально Нажимать Потому что Я тоже Обратила Внимание Мне не сразу Приходит Вот Маша Выходит Там в эфир И не сразу Приходит Ее Ну то Что она Вышла Поэтому Надо специально Взять С нами В ресторан Скучать В Москве Настолько Сейчас Здесь Хорошо Если бы Не было Каких-то У меня Негативных Эмоций Было бы Вообще Замечательно Потому что Здесь Погода Просто Курорт Значит Алена Просите Сами Ее Да Пишут Гадости Говорят Потом Просит Разблокироваться Ну вот Вы знаете Я вот Не знаю Что Они Скучают Ведь Если Они Например Скучают Я Не люблю Честно Говоря Напрашиваться Напрашиваться Не люблю И если Меня Приглашают В гости Конечно Особенно К родным Людям Я С удовольствием Поеду А если Меня Не приглашают Вот Сама Я не Напрашиваюсь Может Быть Может Я Не права Но Я Так Считаю И Мне Еще Когда Учили Вот Позовут Идите Куда Идем В ресторан В Сибир Пошли Вы Хотите Уже Тогда Мне Из эфира Вы Хотите Еще Нет Вот Зачем Не успела Прочитать Золотки Так Не успела Что-то Мне Кто-то Написал Ой Сколько Цветочков Дорого В итальянском Да Хорошего Вам настроения Здоровья Спасибо Анастейше Спасибо Большое Ой Уже Сколько Сердечек Оля Вы Право На все Сто Да Вы Не Виновата Маш Ты же С ней Переписывалась Буквально Позавчера Она же Болела Очень Не знаю Я спрошу Куда Я ей Напишу Обязательно Я Не писала Ей Вот эти Дни Потому что Машенька С ней Разговаривала Мы Вас Любим Спасибо Спасибо Казахстан Боровое Приедет В Казахстан Нас зовут Вы знаете Я по-моему В Казахстане Была Пошла Кушать Ты куда Пойдешь Ну Куда Думай Задумалась О чем Задумалась Вот Такой Вот Компот Ресторанчик Маленький Или что Это Ой Сколько Сердечек Будем Вместе Так Знаете Что Я буду Ждать Я вам Так скажу Хорошего Вам Вечера И вам Всем Хорошего Вечера Дорогие Вы Как Моя Семья Уже Милые Такие Родные Вы знаете И вот Я У меня Дома А что Давай Купим Что-то У меня Не знаю Здесь Не купишь Уже Мне Мне То Сказали А Можно Собой Еду Взять Быстрее Да Маша Не выйди в эфир Дома Да Ты выйдешь В эфир Мне говорят Если у вас Это инстасемья То почему Такие вещи Плохие Почему же В инстасемье Я говорю Ну это пишут люди Которые не инстасемья А другие Потому что Маша Когда-то назвала Это Говорит Моя инстасемья И с этих пор Пошло У всех Это слово Все уже пишут Моя семья Моя семья Вообще Машка Многое Что-то такое Придумает И потом Люди Куда Пойдем Вы знаете Что Все Мы сейчас Идем Нет Мы в компот Я не пойдем А я не знаю Что такое Компот Вы знаете Что Вот Честно говоря Я люблю Вот к вам Выходить К моим подписчикам Мы можем взять В доме Яичницу Сделать Ой Мы уже делали Сегодня Яичницу С помидорами Вы знаете Что Смотрите Сейчас вам покажу Здание Одно Смотрите Сейчас Вот это здание Запомните Сейчас вам что Скажу Вот это здание В Самаре Вот оно было Ну вот Вот этой пристройки Не было где По балкончику Видите По балкончику И людям Которые жили Вот здесь Вот Видите Прям видно Даже Им всем Закрыли Ну Набережную Закрыли Все закрыли Но обещали Дать Вот прибавить По метру Или чего-то Там Ну мы прибавили По метру Закрыли Не Волгу Все закрыли Но прибавили По метру Люди на это Пошли В общем Я Машку Жизнь вела Наверное Она уж сейчас Молчит Вот Знаете На кого Лает Смотри Люди Тащат Какой-то Вставляете Как им тяжело Но они Везут Вот этот Шкаф Какой-то Громадный Может Холодильную Установку Вы не Представляете Какая она Громадная Все Поставили Ну это Разоряется Меня Завидует Тоже Конечно Вы говорите Завидует Это не Вова Командует А Ваня Вот Все Я вас люблю Обнимаю Может быть Мы еще выйдем В эфир Но следите Теперь за Машенькой Уже Ну Вань Ну хватит Вань Ну хватит Вань Вот смотрите Вот смотрите Вот что Вот что Ему не нравится Вот что Вот он Стоит Вот что Ему не нравится Вот что Он гавкает Вот и замолчал Вот смотрите Я подошла Он замолчал Все нормально Ваной Так привет Ольга Дмитриевна Рада вас Как всегда Ведь я Всех тоже рада Юля И Раида Привет Ваня командир Да Ванюш Какой крик Он Он не просто крикливый Он скандалист Значит так Всех обнимаю Целую До новых встреч Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова